Здравствуйте уважаемые зрители! Поговорим сегодня о Задорнове. О нашем великом юмористе Михаиле Задорнове. Познакомился я с Задорновым, вы не поверите, в 1990 году тоже на этих самых разработках, о которых я вам рассказываю. Поэтому это видео стоит в том же ряду, в котором и разработки. Задорнов тоже принимал в этих разработках свое активное участие. С какой стороны он был, я не знаю, но познакомился, но он был очень уважаемым человеком в то время, так как я с ним познакомился на внутренней лестнице, туда, куда многим запрещали выход. Было это так. Приехал я на разработки утром, раньше всего, как всегда спустился в буфет, купил пачку сигарет, значит потом поднялся к нам на этаж, зашел в наш зал и пошел наперекор. Выхожу наперекор, смотрю, там возле самой лестницы стоит толпа людей, толпа людей, и все смеются. И какой-то мужик травит анекдоты, и они соберутся. И я так к ним не пошел, но стал так рядышком, прикурил, и так рядышком становлюсь, чтобы послушать анекдоты, тоже посмеяться. Потому что там и другие люди были еще, которые к ним не примыкали, но тоже стояли рядом, курили и посмеивались. И тут кто-то из этой толпы повернулся ко мне, говорит, добрый день. Я говорю, добрый день, и так все поздоровались. И он говорит, вы не знаете, еще не началось, а я, они ж на приколах, грубо говоря, да, я думаю, прикольнусь с них. Говорю, я говорю, этого не знаю, но зато я знаю, как из-за деколона сделать спирт. Я думал, это вызовет у них улыбку, но хихихнул только один, задорнул. А все остальные рот открыли и не знают, что сказать, и не знают, что сказать. И стоят на меня, смотрят, и задорнул. Я тогда еще не знал, что он задорнул. Не знал, нет, но я говорю, что это был он. И он говорит, а как это делать? Я вам сейчас это предложение не повторю дословно, но оно состояло полностью из научных терминов. Полностью. Все предложение из научных терминов. И заканчивалось оно тем, что спирт сдекантирует в емкость, в емкость. Или в пробирку, да, вот, или в емкость. Значит, в чем смысл этого процесса? Берется лом, замораживается, бутылка одеколона, в котором, конечно, спирт, выливается наверх лома, так, а внизу лома стоит стакан. И вот, когда оно по замерзшему лому, по замерзшему лому, жидкость помаленьку идет, она, вода вымерзает, а спирт оседает туда вниз. И это я все рассказал научными терминами. Конечно, Задорнов смеялся. Некоторые тоже поняли глубину юмора, так сказать, тоже улыбнулись вот все, но многие поняли, что они этого не знали. Что они этого не знали из химии, и даже начали интересоваться, какой лучше всего одеколон использовать для этого. Я им порекомендовал тройной одеколон, так как он был самый дешевый, и в нем было достаточно большое количество спирта. Когда-нибудь о нем, об этом, о тройном одеколоне я еще расскажу одну очень интересную историю. В те годы, кстати, его пили по полной программе. Да, вместо алкоголя. Вот. И, короче, так, мы чуть-чуть похихикали, там, они еще потравили анекдоты, я еще тоже посмеялся, уже ближе к ним стоял. Вот. И началось заседание. Я думал, на этом все закончится. Оказывается, нет. Этот мужик, который хихикал, он же Михаил Задорнов, в один определенный момент мы с этим обсуждаем, а он приходит и приводит с собой целую толпу. И все, и все так, о, Задорнов, Задорнов, типа, раз, как бы прекратили мы заседание. Вот. Но тот мужик, который потом был министром финансов или экономики, я так точно не помню, кем он там туда стал, вот, какой, какой отрасли, вот, он вел дневники, он говорит им, ребята, ну подождите, я же дневники поведу, а Задорнов говорит, да, подожди с дневником. И спрашивает какого-то мужика, а я сижу во главе стола, тут так стол стоит, я во главе стола тут сижу, значит, и по левую, правую сторону от меня люди, люди, значит, а я же был руководителем группы. Вот. И он это, Задорнов, какого-то мужика спрашивает, говорит, скажи мне, говорит, как, как это самое, из одеколона выделить спирт? Выделить спирт. Он говорит, да проще простого. Говорит, ты ради этого меня сюда привел? Говорит, да, ради этого. Говорит, вот скажи. Говорит, да очень просто. Взял лом на мороз, скажи, налил одеколона и скажи, и потом, и внизу будет спирт. Вот это он так сказал. А Задорнов так улыбнулся и потом ко мне говорит, Говорит, а ну теперь, говорит, ты скажи, как должно быть. Я ему эту научную фразу повторил, повторил. Ну и вместе с ним была толпа тех, кто анекдоты его слушали. Вот. Я эту фразу научную повторил. Вот. И сам этот мужик, который говорил, как спирт сделал, как вы выделили спирт из этой колонны, сам рот открыл. После того, как я сказал это, и Задорнов так хитро говорит, говорит, ты кто, говорит, до него, ты кто? Он говорит, что значит кто? Говорит, ну кто ты, скажи, не бойся. Говорит, ну я, говорит, химик, говорит, а кто ты, научное звание есть, и кто ты? Говорит, ну кандидат наук. Говорит, кандидат наук, говорит, а поворачивайся ко мне. И говорит, Задорнов, говорит, а ты кто? Я говорю, я электрик. Я электрик. И все ха-ха-ха, и все вырубились полностью. И Задорнов говорит, вот запомни, до того, до того кандидат наук, говорит, это он, говорит, кандидат наук. Говорит, а ты, скажи, лопух, лопух, скажи, блядь. Потому что я знал, как правильно рассказывать это, а он не знал. Он говорит, вот так у нас все в жизни делается. Вот такой забавный случай произошел тогда с Михаилом Задорновым. И у этого случая было потом продолжение. Дело в том, что Задорнов в своих выступлениях когда-то эту историю вспомнил, и сделал из нее маленький номер юмористический. И рассказывал этот номер, мол вот такой случай был, значит вот из практики. Он это рассказывал. А я когда подключил себе интернет, это было в 2012 или каком году, или 2011 или 2012, не помню. Я нашел Задорнова, вообще нашел многих знаменитостей, читал их, тянулся, хотел там дружить. Ну вы знаете, люди, те кто имеют деньги, им наплевать на бедных, на всех остальных. Суть не в этом. Ну короче говоря, и как-то в одном видео проскочил этот эпизод с этим. И я Задорнову у Михаила написал, говорю, Михаил, мол, так и так, говорю, вы говорю автору не хотите прислать пару гривен, пару долларов, или рублей, там я не понял, что я написал в сутку. И так ответ я и не получил. Так ответа я до сих пор так от него и не получил. Вот. Ну, такой случай был. Забавный, интересный момент. Он всегда задорно, он уже тогда бросал свои задоринки, скажем так. Он нравился всегда людям, с ним всегда было весело, хорошо. Так и до сегодняшнего дня приятно слушать его рассказы. Вот. И даже его философствование, там где он уже философствует. Потому что вы знаете, что комик, он впоследствии становится трагиком. А трагик впоследствии становится комиком. И вот когда-то я даже писал Задорнову об этом. Тоже на фейсбук, по-моему, или в живом журнале. Потому что я везде свои странички открывал, там писал. Вот. И это. Я ему про это тоже написал. И, видимо, он задумался над этим вопросом. Какое-то время у него не было концертов, а потом он снова вышел как настоящий артист юмористического жанра. Вот. И перестал там сильно философствовать. Вот. А начал продолжать свою деятельность. Потому что когда комик начинает быть трагиком, это, как вам сказать, вызывает сожаление какое-то. О том, что мы утрачиваем этого человека. Вот. Ну, короче, не буду долго вам муссировать мозги. Вот такой случай у меня был. То есть, знакомство с Задорным состоялось тогда. Не знаю, в будущем как-то мы, может, и пересекались где-то. Я этого лично не знаю. Вот. Возможно, он когда-нибудь посмотрит это видео. И это. Может, мне напишут под ним или как-то там свяжется. Не знаю. Будет. Просто будет интересно. Может, он мне что-нибудь напомнит. Такое, что я не помню или не знал. Мне будет очень приятно. Так что, Михаил Задорнов, большой вам привет от меня. Через года, через десятилетия, скажем так. Вот. От того электрика, который был во главе идеологической группы. Представляете? Да. Вот. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч. До встреч.